Доброе утро, ребятки. Всем здравствуйте. Саша меня поднял ни свет, ни заря. Доброго раунда. Да. Вчера такое, конечно, у нас утро было. Не хотелось ничего не снимать, не выходить. Ничего. Потому что утро было тяжелое, взрывы. И где-то это все было в нашем районе. Было очень громко, очень страшно. И у меня всегда в голове один и тот же вопрос. Когда это все закончится? Почему этому нету конца? Мы когда возвращались домой, я была уверена, что вот-вот это все закончится. Прям вот-вот. Да. Но это просто какой-то тихий ужас. Почему нету какого-то человека, который закончит это все? Ну это же невыносимо. Короче. Надеюсь, сегодня настроение будет получше. Солнышко сегодня. Я не пристегнулась, пищит эта штука. Мы сейчас немножко подскупимся и едем к Сашиной маме. В гости. Она немножко приболела, нужно ее проведать. Да, Александр? В общем, что пошли мы искупляться. Приехали к нашему любимому магазину мяса. Пойдем возьмем какого-нибудь мяса. Так что всем хорошего и продуктивного дня. И тихого самое главное. Все, мы уже проведали Сашину маму. Не снимала. Мама у нас тоже не хочет сниматься, поэтому... Короче, дилемма у нас с Сашей. Я хочу какую-то или животинку, или птичку. Понимаете? Птичка это тоже животинка. Вон у мамы стоит птичка такая, надо было вам поснимать. Но там клетка не очень. Нужно сейчас в эпицентре посмотреть клетку. Если клетки мне очень дорогие... Они очень дорогие. То я заберу эту птичку. Ну, надо же с чего-то начинать. Собаку не дает мне завести? Никого не дает мне завести. Что это за жизнь такая? Я так не привыкла. У меня все время были животные. Сейчас никого нет. И мне это не нравится. Либо я на тихаря куплю собаку. И все. Ты придешь, и собака уже будет. В один день. Птичка тоже, кстати. Такая, что она любит свободу. Он мне рассказывает, что он откроет клетку. Ну, то ее утренние крики будут один раз. Да, вот мы пока сидели, она только один раз чверинкнула. Так, и все. Короче, ребята, помогите мне справиться с этим человеком. Я хочу какую-то животинку или птичку. Короче, сейчас посмотрим, поедем в эпицентр. Нам нужна коробочка, чтобы свет там сделать. Мы на прошлых выходных так и не доделали. У нас подсветка на кухне. Мы думали, у нас лента поломалась. Купили эту ленту. А оказалось, поломался этот маленький там блочок, трансформатор. Я не знаю, что это такое. Ну, в общем, такой маленький блочок. Нам теперь его нужно купить в эпицентре. И Саша, наконец-таки, починит. Будет у нас свет. Ну, и посмотрю клетку. Если клетки не за все деньги мира. Я уже перезвонила всем знакомым. Спрашиваю, у кого из клетки. Может, какие-то... Сейчас я пристегнусь. Может, у кого-то есть у знакомых какие-то клетки, чтобы не покупать. Но нет. Но нет. Пока клетку не нашла. Сейчас посмотрю, сколько они стоят. Мы приехали в эпицентр, и сразу воздушная тревога. Ну, что это такое вообще? Не дает жизни вообще никакой. Ребята, уговариваю хоть на клетку. Уже написала в инстаграме объявление. Может, у кого-то клетка есть. Стридина, это бесстыжие лицо. Артуру птичка понравится. Саша. Я пока еще не вижу. Кого мы заведем? Ты понимаешь, что попугай орет. Мы его можно накрыть покрывалом, он орать не будет. Мы ему делать будем темную. Мы его приручим. Да, это не тот попугай, который его приручит. Значит, давай новую птичку купим. Смолочку. А напишите в комментариях, какие попугайчики, чтобы были ручные. Да, только не волнистые, а какие-то другие породы. Я в них не очень. У меня были волнистые. Да, и сын, и сразу укажите. Не мечтала больше. Ну что, ну... Ну что, они прям очень дорогие? Думаю, они дешевые. Я думаю, никто там никакой аборигель не поедет в Африку. Я хочу еще цветочки посмотреть на Пасху. Тут где-то девочка в прошлый раз на кассе покупала такие красивые цветы на Пасху. Где? А ну, пошли, посмотрим. Они там были какие-то веточки с яичками. Смотри, какие красивые сейчас цветы делают. Вы все как настоящие, да, Саш? Да, 180 гривен веточка. 180 гривен веточка? Угу. Что это за цены такие дорогие? Ну, я хочу на Пасху. Я не знаю, где девочка брала. Кстати, вот эти вот желтые тоже красивые. Так, там были такие пасхальные. А там с той стороны нету? Да это не тут. Это надо смотреть, где пасхальная, наверное. Здесь такого нет. Пасху мне не нужен. Да не тут, наверное. Есть красивые, конечно, цветы. Ничего не могу сказать. Но и цена тоже красивая. Ребята, мне совсем плохо. Я решила что-то посадить. Вот как вы думаете, вот этот вырастет у меня в горшке? Так красиво, вроде ярко. Вроде вон 25-30 сантиметров. Должно быть небольшое. И хочу какой-то зелени взять, тоже посадить в горшке. Смотрите, даже лук есть, семян. Как такое может быть? Семян? В общем, сейчас я что-нибудь возьму. Еще возьму какую-то квитку. Такое низкорослое. Мне надо, чтобы она маленькая была и красиво в горшочке. Цибуля. Цибуля шнит какая-то. Я не знаю, что это за цибуля. Ну, петрушка уже у мамы есть. Зачем нам еще петрушку? Короче, мы сейчас что-нибудь возьмем и посадим. А это что такое? Петрушка какая? Цень не подъявить. Типа кучерявая, наверное, надо взять, да, ребята? Как вы думаете? Короче, решила сейчас займусь садом-огородом на подоконнике. Сейчас возьму что-нибудь. А что это такое? Запашный пучок. Его-то так много, а мне нужна маленькую упаковочку. Боже, даже петрушка, даже укроп, куча видов. Какой-то, да. Какой взять? Это кошмар какой-то. Как тут выбрать, посмотрите. Как выбрать? Как же это все выбрать? Вон, петрушка. Что это у меня? Петрушка еще. Петрушка не нужна нам. Уже редиску будем... Не, надо какую-то зелень. В общем, сейчас возьмем что-то. Так, смотрите, я выбрала вот тут вот разные семена. Надо перец, наверное, еще один взять. Мне кажется, тут его мало, не взойдет. И такие горшочки красивые. Она сказала взять... А как сказала камыш? Для рассады. Землю и циррозит или как? Правда. На дно ложить. Ну, мы тут ничего не понимаем. Нам бы консультанта. Сейчас, наверное, выцепим кого-нибудь. Потому что я не... Это зачем нам так много жишь? Нам написано для рассады. Да, ну, бери тогда. Да, сколько здесь 20 литров. А сколько тут написано литров? Ничего не написано, да, ребята, в литрах. Не вижу. Опять писать уже второй раз. Ну, давай брать вот это для рассады и все. Куда там меньше? Да нет, три горшочка. Куда ее брать? Что ее брать? Надо пойти тачку взять, значит. Дай покажу, что мы тут прикупили. Взяли землю. Сказала девушка, что брать лучше для рассады. Не знаю, я поверила. Я доверчивый человек. Я поверила. Дренаж, сказала, на низ насыпать. Тут в этих горшочках какая-то уже специальная система. В общем, видите, чтобы вода там что-то скапливалась. В общем, и такие горшочки красивые взяли. Поставлю на подоконник. Буду выращивать. Как интересно, у меня получится что-то? Смеется с меня, понимаете? А я думаю, что у меня все выйдет. Я уже посмотрела. Напишите мне, может, кто-то этим занимается и знает. Я в один горшочек посажу вот такой перец. И декоративный, красивый. В другой горшочек посажу... Подождите, мне надо было, наверное, 4 горшочка. Потому что я хотела цветы в один горшочек, в один вот эту вот зелень и листья салата в другой. Надо еще один горшок. Ладно, что-то посажу, а что-то не посажу. Но мне нужен еще один. Такие красивые вот это вот. Тоже красивый букет вон вверху. Красивые, но очень дорого, честно. 699 гривен. Дороговато. Дороговато. О, здесь тоже уже поставили что-то пасхальное. Смотрите, уже можно выбирать. Нам здесь ничего не надо. О, смотри. Это что, раковые шейки? И раки здесь. Но я только недавно покупала, поэтому... Цена. Извините. И вареники с лишней, они попробуют. Ну, они насрастают. И может, вареники с лишней посмотреть в варусе. А вот вареники нет, по-другому. Тереть и постараться. Не нашел? Вот эту сковородку, мама говорила, можно взять для блинчиков. Неплохая. Я нашла вот клетку небольшую за полторушку. А вот там, конечно, за 4 щенто симпатичнее. Но у меня тут сербер есть. Который не дает мне купить клетку. А вот клетка, смотри, сколько она стоит. 1,700. И почему они такие дорогие? Почему? Ну так папе запускал, у него на чердаке... Резиновые сапоги. Саша, предлагай. Что-то к грядкам всем подходила. Саша. Смеется надо мной, издевается, понимаете? Говорит, мне нужны резиновые сапоги. Вы просто не понимаете. Она мне уже ходит здесь, мозг поносишь, и лейка уже... Конечно, мне нужна лейка, которая с распылителем, которая будет как-то хорошо поливать. Я еще не посажу, но есть лейка. Которая будет хорошо поливать мои... Может быть, тут лейки есть? Пошли. Давай посмотрим хотя бы. Нету? А чего дальше нету? Может, мне секатор нужно обрезать, мои грядки. Не, ну лейка же должна быть какая-то такая, знаете, чтобы распыляло. Шланг, подсоединяешь и поливаешь. Мне нужна хорошая, маленькая, красивая лейка с каким-нибудь распылителем. Еще раз тебе повторяю. Какую не продают? Тут есть только какие-то такие дорогущие распылители. Но это не то. Это все не то. О, может, мне такой шлем нужен? Я же буду ухаживать за своими растениями. Короче, не взяли мы клетку. О, может быть... У нас есть дом-алейка. Может быть, на нее просто нужен какой-то такой переходничок? Я, правда, не знаю, что это такое. Саша, и шланг взять, да? Ну, а как ты с ванной проводичку притянула? Турачок. Мы так и взяли эту сковородку. Маме она понравилась, поэтому сделаем маме подарок. Блин, дорого. А мам будет нам подарки делать блины, да? Блины, да. Дорого, но 5 тысяч за клетку – это очень дорого. Тем более, мы не знаем, будет ли этот попугай жить у нас или не будет. Нужно к папе заходить. Папа говорит, у него на чердаке какая-то клетка лежит. Но если она там очень давно лежит, она, наверное, очень стара. Саш, нам нужно пойти и забрать же. Ну, давай, идем наверх. Она реалитетная, может. А я сейчас займусь, и у меня будут грядки. Я все-таки считаю, что сапоги надо купить. Единственное, что, может быть, сразу горшочек докупить еще один? Да, и сапоги. Я тебе серьезно говорю. Да ну зачем тебе еще? Потому что у меня там для четырех горшочков. Нет, для четырех. У тебя земли только на два горшочков. Или на три, вернее. Ну, не знаю, я там так распределила, что я думала, у меня на три. Давай сначала... Ну, ладно, посажу эти, посмотрю. А потом будем не посчитать. Чего, нам сюда ближе. В общем, посмотрю. Буду сад и огород заниматься. Так. Я хотела еще посмотреть эти формы, но это низковатые. Повыше надо. На балкон, да. Эх, ну что, животинку не дает. Ну, говорит, он подумает. Над чем? Над животинкой. Может быть, мы поедем, посмотрим хотя бы. Давай. Ну, вот, давай завтра поедем на автовокзал. Я сказал, если мама поживет неделю попугай, посмотришь, понравится тебе или нет. Я больше ничего не говорил. Там клетка некрасивая. Отлично. Мне нужно красиво. Мне нужен попугай или кресло? Ну, чтобы красиво все смотрелось. Все будет красиво. Попугай красивый, он обладает, окрашает. Ага. Ладно, может, еще где-то будет магазин какой-то, посмотрим. Бывало сейчас, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.